добрый день уважаемые подписчики и зрители канала попросили меня отснять ролик по поводу размеров кронштейна и самосвальность прицепа больше показать я ролик отснял но половина ролика оказалась недоступной из-за звука звук пропал не пропало какое-то шипение началось и там ни херта не слышно я пытался вытянуть что что сумел что не сумел оглавление в этом ролике я буду разрезать кронштейн чтобы уменьшить его диаметр заменю масло по поводу масла один из зрителей спросил сколько масло я ли я написал 1 5 1 6 на что 2 указал что по паспорту 11 я заглянул в паспорт действительно по паспорту 11 а вот если лить масло по заливную горловину чтобы она же выливалась то это получается 1 и 4 1 и 5 насколько это важно замена масла переделка кронштейна снятие размеров с кронштейна но и также самосвальность прицепа это оглавление снятие размеров с кронштейна попросили мне так втулку у нас вот это 70 70 миллиметров вот эта часть 70 миллиметров там в серьге я уже замерял 71 и 5 то есть если вы хотите уменьшить люфт можно шайбочку в миллиметровую подложить сюда скажу с опережением после переделки кронштейна вот это его часть люфт уменьшился с 18 19 сантиметров до 8 9 сантиметров люфт я измерял по ручке мотоблока колебая его вверх вниз в крайних точках ну внутренний диаметр отверстия 16 с половиной пруты для упоров тут 16 сама труба гнутая 50 миллиметров длина кронштейна длина ну вот этой части 88 миллиметров диаметр диаметр 73 но сейчас уже стал меньше вообще изначально завода 73 внутренний диаметр меня по горизонтали получается 62 а вот там где уменьшил стал 60 с небольшим 60 с половиной то есть я уменьшил диаметр на 2 миллиметра вертикальный и тем самым я уменьшил сильный люфт уменьшим также появились точки износа из-за большого люфта получается в задней части вверху в этой части а в передней соответственно внизу во внутренней части внизу но теперь это площадь соприкосновения с трубой после ремонта скажем так или модернизации кронштейна я думаю площадь это рабочий увеличится и не так будет точечно изнашиваться размеры кронштейна я показываю для того чтобы кто про хочет сам его изготовить длина кронштейна 60 сантиметров это длина его высота если как кому надо это померил уже высота с учетом трубы по верхнюю точку спали от линии до верхней точки 25 сантиметров углы вот если в горизонте держу смотрите сами тут почти со под 50 на не 45 даже 50-55 градусов а тут по отношению от вертикали меньше около 40 где-то градусов ну что тут еще показывать я не знаю диаметр толщина трубы но навес тяжелый килограмм 10 какая труба внутри я не знаю гнули естественно на трубогибе мне все писали но и об этом скажу на на ролике если там сохранилась информация все писали что разрежь кронштейн так вот то ли зрители решили меня проверить или что разрез разрежь кронштейн если бы я его примеру не думаю разрезал бы снизу и сжал бы и заварил получилось бы эллипс и рабочую часть бы я не уменьшил вертикальную а только бы наверное хуже даже сделал но я догадался как разрезать разрезал боковые части резал диском двухмиллиметровым и кронштейном сжал не кронштейном этим струбцин и сдавил и заварил с одной стороны и со второй стороны резал я по очереди но там будет видно на ролике и сдавил теперь вот у меня здесь 60 в рабочий какой-то он стоит здесь 60 с половиной миллиметров здесь как и было 62 с половиной люфт уменьшился значительно вообще ну как бы мне понравилось закажу я токарю все-таки шайбочку ее в продаже найдешь 42 43 миллиметра 40 42 миллиметра эта часть получается сделаю где-то 43 миллиметра сделаю такую шайбочку посмотрю насколько с удобно работать потому что сейчас люфтит именно прицеп уже не люфтит вообще стоит мертво а вот люфтит именно сам кронштейн в серьге мотоблочный насколько это правильно будет так сделать должен ли бы там люфт быть или не должен зазор там любом случае останется но если вот насколько это правильно будет так по кронштейну что тут как-то прозвучал комментарий что диван и пивасик тоже хорошо да я полностью согласен сам далеко не ангелы и говорить о том что я там вложил себя в работу такой весь положительный не пью не курю не курю но когда надо значит надо также получила продолжение история с моим коллегой смотришь это товарищ мой ходит ножка за ножку придерживается но не придерживается ночью опасается за ногу пластырь клеит игру ну что случилось опять блин с мотоблока навернулся с бродоса своего ну своей смерти он не помрет опять же вот и при наличии если был бы у него кронштейн до с упорами то возможно бы этому хоть как-то ему помогло вот хлопнул душа раскрылась но что делать надо срочно поработать сразу к мотоблоку сразу куда-то что-то надо сразу побежал полетел завел конечно скрывает но как бы там то все понятно и опять же на какой-то канавке ехал руль не удержал руки после алкоголя слабые ослабли у него мотоблок круть с рук вырвало зацепило там перекулился опять же перекулился не знаю когда он своей смертью не помрет он так и доездится на своем бродо там ногу повредил сейчас ходят там ну уже уже зажил это пластырь и клеил там хорошо что не сломал как буду что тут скажешь у каждому свое каждый идет своей дорогой такой вот гаремыка наработал я 37 6 это по тахометру но еще до этого часов 5 я точно на ездил в общей сложности я наработал там 43 43 45 часов при плюс-минус хотя рекомендованная замена масла у меня 20 часов в паспорте один из зрителей написал что у него указаны там то ли 40 или 50 я к сожалению забыл так что я собирался менять масло раньше но решил пренебречь этим потому что масло во первых дорогое не дешевая матюлевская все-таки почему бы и нет все же за такая часто замена масла я пересмотрел свои взгляды хотел я менять масло да как указано каждые 20 часов как сам говорил но по итогу вот жизнь расставила изменила мои взгляды на на тахометре 37 6 тяжелой нагрузки большой нагрузки часов 20 20 25 но остальное там скорее покатушки но даже пускай даже сделаем 30 часов тяжелой нагрузки и пускай там часов 15 покатушек будет так и по поводу масла как-то у меня спросили сколько там масла и я в комментариях написал 1 и 5 1 из 6 то ли я что-то проворонил то ли я что-то как по какой-то другой двигатель указал мне зритель указал что в паспорте 1 и 1 я полез в паспорт точно здесь если на 11 так что вот так вот дезинформировал я зрителя своего главное вовремя признать заехал я одним колесом на дощечку чтобы уклончик был небольшой и сейчас будем менять есть пустая канистра того же гардена с мягким носиком сейчас подставим попробуем максимально все масло слить и посмотреть какой там объем масла то это чтобы уже не быть голословным ключик у нас на 12 еще для замены масла желательно скидывать с ножку потому что она реально мешает дф понял только что до этого как-то не догадался масло состоянии весьма таком черненько хотя обычный масло 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 ну вот слили масло сейчас будем смотреть какой уровень sky там разлил 20 грамм так масло слито и сейчас смотрим уровень а вот вам и ответ не знаю будет ли видно на видео наде солнце освещает достаточно сильно чтобы увидеть ну вот уровень 1400 грамм я слил до чуть больше 1450 грамм я слил пускай там 20-30 грамм я разлил замена масла получается полтора литра в данном случае по паспорту 1.1 и вот скажите подскажите вы мне я не смотрел даже уровень замены масла я вообще не рассматривал эту тему если наливать как все рекомендуют до заливной горловины пока не потекет это получается полтора литра в данном случае во-первых нет смысла меняется каждые 20 часов как по паспорту потому что масло в полтора раза больше это первый момент а второй надо ли лить 1 и 1 литр масла вопрос на засыпку для меня я не механизатор я не могу сказать насколько превышение максимального уровня масла сказывается на работе двигателя но по паспорту веемы 13 сил указано 1 и 1 литр масла все ну вот так вот так что мы столько же и нальем главное банки не перепутать а то сейчас старого и залью и дальше буду ездить на старом так это новое кстати видели новые модернизации коробки от мтз мотоблока зритель написал что нету сливной пробки которая находилась снизу который у меня находится они как оказывается с 22 года перенесли пробку в это место сливную для замены трансмиссионного масла ну просто для замены масла потому что у них там как-то чтобы за один процесс обработать коробку упростить процесс обработки вытачивание коробки это кто не знает пробка на тем находится под крышечкой с левой стороны мотоблок это с 22 года мотоблоки такие идут сливал я с правой стороны там разница нет это же дублировано все заливаем слева берем нашу маслица ну вот залил я 1400 масла в принципе она мне уже вытекает так что я такой мне смысл 1400 она у меня уже в горловине стоит какой если мне смысл пытаться еще что-то долить может быть с этой стороны с этой стороны уже вытекает все налито до заливной горловины все как бы уже в данном случае мне больше не влазит 1300 примерно 1300 я налил масло а летом я умудрился налить 1400 ну я так подозреваю что это из-за того что летом я по весне я менял масло и я мотоблок под наклоном держал это сторона была у меня закрыта сейчас и оттуда и оттуда ну вы поняли общем та сторона была закрытым это блок больше наклонен и у меня влезло 1400 1450 масла может быть 1500 даже это уже не помню надо посмотреть ролик старый сейчас я залил 1300 если смысл наклонять его и доливать еще 100 грамм ну на зиму не вижу смысла может быть если что долью напишите в комментариях стоит ли доливать это масло так взял по поводу как много комментариев было по поводу прицепа и по поводу кронштейна рекомендовали мне кронштейн разрезать и сжать я думаю это принципе неплохо скорее всего так и сделаю получается насколько люфтит в данном случае сейчас кронштейн мерю по 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 ручке по краю ручки замеряем вот максимальный люфт какой создается сейчас 18 где-то примерно люфт 18 19 сантиметров сейчас серьга у нас 71 58 71 с половиной примерно а кронштейн у нас 70 73 71 с половиной 73 в миллиметр кто хочет убрать люфт ставьте сюда можно вставить шайбочку в миллиметр толщиной люфтить уже по вертикали она не будет а я думал ты убежал а ты не убежал ты здесь да молодец по подумал по кумекал если мы разрезаем снизу мы посоздаем эллипс а рабочая у нас часть нижняя и верхняя боковые части они практически участвуют работе соответственно разрез нам нужно сделать сбоку правильно если мы разрезаем сбоку сжимаем и уменьшаем на какой-то диаметр пускай на миллиметр тот и уменьшим и возможно тем самым мы добьемся необходимого нам так разрезать мы его разрезали теперь попробуем сдавить и и Субтитры сделал DimaTorzok Какое уменьшение диаметра мы получили Вот наш разрез И что нам это дало По ширине диаметр не изменился 60, как был 62,6, так и остался 62,5 А по высоте он стал 61,8 Получается, надо еще и со второй стороны срезать, правильно? С двух сторон надрезать Мы получим эллипс Ну и увеличим рабочую площадь Вот такой шовтик получился Не идеальный, но... Да Люфт порядочный все равно остался Так что можно резать спокойно Так, ну вот Создали мы благополучный эллипс И теперь у нас диаметр трубы стал 60,7 60,7 Я думаю, она люфтить все равно будет, но уже значительно меньше Все же разница, чем 62,5 и 68 есть Почти в 2 миллиметра В крайнем случае можно еще уменьшить Но надо ли Получилось, перемеряем 60,7 А по ширине Как и было 62,62,7 То есть сократили мы Верхнюю часть в 2 миллиметра Боковой люфт это не уменьшит Ну только если опять же здесь Снизу дело срезать Варил без провара, чтобы не было внутри Бугристости Чтобы гладкая поверхность была Кронштейна Так, вот Получился такой кронштейн Такие вот старые стороны у него Так, и осталось его Проэксплуатировать Так, люфтик остался Но люфтик можно этот из зиме убрать Если еще раз разрезать И подогнать уже конкретно по трубе Но люфтик значительно уменьшился Просто вот Поверьте на слово Уменьшился очень сильно И замерим сейчас по мотоблоку Насколько люфт уменьшился Именно по По ручкам руля 8 примерно сантиметров Было 18 Люфтило Сейчас 8 Ну примерно получается 9-10 сантиметров я убрал люфт Ну это очень много Ну вот так вот как есть С коленомерю конечно же Не идеальное измерение Но как таковые Также просили Показать прицеп Самосвальность его Как его Как он крепится Без проблем Покажу Ну я не знаю Что тут показывать Рама отдельно Рама С осями И на заднюю Получается За колесами Не за колесами Сейчас посмотрим Крепление Крепление Самосвальность Осей Находится именно Над колесами Сейчас они ушли За колеса Потому что И сразу труба Обрезана Чтобы не цеплялась Когда прицеп сложен Оси эти Находятся прямо Над колесами Если бы Эти Оси Самосвальности Были спереди Колес Я бы не сумел Опрокинуть Сгруженный прицеп Когда Не зашкворен Прицеп Когда я насыпаю Груз В прицеп Он начинает Пытаться уже Прокинуться В ступицах И двигаются Вперед назад В общем Вот такая вот Система Как бы Я не знаю Что тут подробно Говорить Смотрите Вот как есть Рама Вот это Фиксатор Входит Вовнутрь И шкворнем Фиксируется И два шкворня Сзади В раме Просверлены Отверстия Не про Даже А и усилительные Втулки стоят Профиль 40 на 40 И добавлены Усилители Чтобы не Порвало Также 40 на 40 Профильная Труба На прицепе Я надеюсь Что я показал Как она выглядит Если Недостаточно Я попытаюсь Перевернуть Ну не попытаюсь Я переверну Может быть Тогда с обратной стороны Ну тут Как бы Я не знаю Что тут показывать Отдельно Рама Отдельно Кузов Отдельно Кузов Все Мне сказали Что обязательно Разогнется Вот и не знаю У всех Вот этот усилитель Есть или нет С этим усилителем Также разогнется Здесь конечно Можно Убрать его Проходимость Путем усиления Соединения осей Уголок Просто Опрокинуть Туда Сюда И все И тогда Не разогнет Либо Отсюда Ну то есть Здесь Клиренс По-моему 54 сантиметра Я конечно Могу поднять Вставить сюда Трубу Какую-нибудь Усилителя Не усилителя А соединить Оси между собой Что можно Эти соединить В этих точках Где еще Не мешает Прицеп Что в этих точках Здесь вообще Можно где угодно Соединять Насколько Это решит Проблему Усиления Прицепа При большой Загрузке Мне сказали Что труба У МТЗ Проходит Под всей Длине Прицепа А нет Здесь я это Сделать не смогу По той причине Что я тоже Думал Взять трубу И так же Удлинить Не получится Потому что Шкворень Фиксатор Самосвальности Опускается Вниз И фиксируется С этой стороны Снизу И труба Упрется Просто не даст Мне зафиксировать Этот шкворень Соответственно Что Усиливать Здесь Если и надо Усиливать То иначе Не так Как у МТЗ Проходящая Насквозь А Отталкиваться От этого От этой части И проходить Как-то Усиливать Иначе Сейчас проведу Небольшой тест-драйв Хочу Прочувствовать Насколько Стало Лучше Хуже Что-то Хоть как-то Изменилось Это или нет Или я просто Ничего не ощущу На данный момент Советы Еще какие Могу дать Ну какие советы Коллеги Дам совет Продавать Бродо свое Кидать это Дело Как бы Иначе Жалко Человек Своей смертью Не помрет Так Под Бродо Скоро и останется Блин Лежать Ножка Заживет Ну а все остальное Нехрен пить Короче Вот и все Когда ты работаешь Как в этом Хочешь выпить Выпей Ну не садись За Бродо Не садись Не сразу Работу Набросился Давай Давай Что-то делать Не надо ничего Делать Дальше Бухай Сиди С утра Проснулся Хочется выпить Или поработать Выпей дальше Сиди дальше Ну он так и делает В принципе Так что Нормально Ну все Сейчас прокатимся Не ожидал Изменения сразу Заметны стали Буквально тут Прокатился Пару кругов Вот это вот Когда ты резко Сбрасываешь газ Притормаживаешь Руль Вверх всегда Уходил сильно Прямо так А сейчас получается Ну уменьшилась Амплитуда колебания Руля Сильно уменьшилась Это прям Так даже Казалось бы Вроде бы Тут всего Чуть-чуть А вот Заметно Прям сильно Очень Не ожидал За совет По кронштейну Спасибо По сравнению С тем Что было и сейчас Это небо и земля Прям не ожидал Если еще уменьшить Подложить Вот этот Этот люфт Восьми сантиметровый Да Это люфт Уже не В сам Не в кронштейне Это люфтит Ну в смысле Не в дышле А это люфтит Я вижу Это люфтит Именно Кронштейн В серьге Если положить Туда Шайбочку Миллиметровую Мы соответственно Еще больше Уменьшим Блюфт И тогда Вообще Будет Идеально В природе Существует ли 62 труба По внешнему диаметру Не знаю У МТЗ Скорее всего Там вообще Какой-то прут Просверленный Я смотрел Мне сбрасывал Товарищ Фотографии Толщина стенки У МТЗ Трубы Это или прута Там прут Наверное Скорее всего 11 миллиметров У меня 6 6 Хватит Поверьте на слово 11 миллиметров Это они уже с запасом Прямо с таким Что на всякий случай Внешний диаметр У них Внешний диаметр Трубы У них 61,5 А толщина стенки 11 миллиметров Вот имеется ввиду Я считаю Это прочность Избыточная Ну как бы Как я уже говорил Сморгони умеет делать Мотоблоки Умеет делать Прицепы Умеет делать Навесное Оборудование МТЗ А вот Газоблоки Не умеет делать Брак Брак Страшный брак Ну что Осталось мне только Сделать шайбочку Да подложить И посмотреть Как это изменит Характеристики И покрасить И все Все На этом все Сделать шайбочку